Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Доброе утро. В студии Радио Болтком, которому сегодня 13 лет. Мы поздравляем всех сотрудников и тех, кто начинал радио, и тех, кто сейчас работает с этим знаменательным днем, с праздником. В студии Радио Болтком, программа Без антракта, я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. У нас в гостях Каспарс, Лиэл Галвис, как сказать, арт-директор, управляющий, все на свете такого места в Риге прекрасного, который называется «Таллинс Елос Кварталс». Да? Да. Ну, мы называем меня куратор. Основной куратор всей программы этой площадки. Куратор вообще-то всего квартала. Ну, расскажите, что это за место, почему вдруг это место? У него же прекрасная история, это же бывшие гаражи. Да. И вы постепенно туда ведь входили. Сколько уже этому, развитию этого квартала? Года три с половиной четыре? Угу. Вообще-то первый раз мы попали уже в 2013 году, когда начинали думать, как открыть пустующие дома в Риге. И начали сотрудничество с департаментом имущества города Риги. И тогда с Олегом Буровым встречались. И это тоже было одно место, где потенциально могли развивать какой-то культурный центр. Потом, но тогда это не получилось, Рижская дума все же решила попитаться и имущество продать. И сейчас это частное имущество с 2016. И они нашли нас. Сами уже нашли. Новые собственники сами нашли вас. На следующий год, в 2017. И мы вместе с ними думали, что там развить, чтобы тоже это было интересно собственнику. Чтобы не было так, что после некоторого времени они захотели поменять полностью все то, что мы бы сделали за три года. Ну вот сейчас скоро у нас три года пройдет. Это у нас старт, это работа, да. Такой крок. Ну такой первый период вот этого вот накопления, да? Да, да. Накопление энергии такой новой. Да, контракт у нас на три года. И сейчас уже мы планируем будущее вместе, продолжить сотрудничество. Еще не знаем точно, как это все будет развиваться. И тоже ковид очень сильно повлиял на эти переговоры насчет будущего. Но лето пришло, все опять кажется, что... Все неплохо. Неплохо. И начинаем организировать всякие мероприятия. Сколько это можно. И да, все идет вперед. Но вы же в некоторой степени, извините, счастливчики. У вас, ну я так скажу, это, конечно, всегда очень странно говорить, потому что, конечно, правила все равно приемы публики для всех одинаковые. Будь ты там в Государственном Большом Театре, или ты делаешь это, как у вас, в старых гаражах. А это старые гаражи скорой помощи, я помню, да? Это была станция скорой помощи Риги. И там гаражи, оставшиеся от этого старого занятия. Но у вас же есть двор, в котором можно собираться немножко на других условиях. Большой. И вот эти ангары, в которых происходят события, они тоже, в общем, не подвалы на малое количество мест. Все-таки в этих ангарах есть чем дышать, и есть где занять свои 2 квадратных, 3 квадратных метра каждому участнику мероприятия. И с другой стороны, у вас же нету, ну как бы сказать, такого огромного штата. Вы же все делаете сами, как я вот у вас была на мероприятиях. Вы же каждый вечер у себя на месте встречаете людей, сами делаете очень много работы, как часто бывает в таких вот частных инициативах. У вас нет капельдинеров, у вас нету актеров, у вас нету вот этого всех служб, у вас все на ваших плечах. Тех, кто придумывает, делает и сам еще иногда исполняет. Правильно? Правильно, да. Но да, с ковидом я могу сказать, что… Тем не менее, все равно это все сложно. Это было очень сложно. И в марте, апреле, конечно, мы думали, ну что делать вообще, надо закрываться, надо думать вообще, поменять всю концепцию и думать, как прожить и что делать. В какую сторону дальше двигаться, да? Да, да. А вы вообще… Благодаря обществу, которое все же было очень осторожно, по-моему, как в марте, апреле все слушали, соблюдали эти ограничения. Я и сейчас соблюдаю. Мои руки с мылом, каждые полчаса на самом деле. И благодаря этому мы счастливчики. Да, вы счастливчики. И счастливчики те, кто в Риге, и могут посетить все мероприятия вашего. Я сейчас проезжала мимо и видела, что у вас огромная афиша висит в арке входа. Просто половину арки перекрывает, и очень много каких-то событий. Я так понимаю, что у вас есть и события на улице, и события внутри какие-то, да, и работают небольшие кафе, и концерты. И вот расскажите, пожалуйста, про ваши среды. То, что вы делаете вместе с площадкой... Да, теперь ты знаешь, где. Да, да. Площадку, в принципе, создали организаторы фестиваля Сан-Сусе, который, этот фестиваль проходит в Акнеиста. Это небольшой городок, 200 километров от Риги. И там фестиваль камерной музыки. И, в принципе, вот, да, два молодых, молодые люди, амбициозные человеки, Улдстрапенсерсен Арманд Селиндж, который, надеемся... Добежит. Добежит. Решили создать эту площадку. Один певец оперы, баритон, бас, точно не знаю, не скажу, а другой работал техническим директором государственного симфонического оркестра. И вот решили взяться и сделать самым место, которое им бы было по вкусу. И вот это третий год уже для них. И сейчас мы вместе с Армандсом создали эту программу сред, современные среды. И организируем концерты современной музыки разных жанров. Джаз, классика. Диджей у вас же тоже там есть, да? Электроника. Потом у нас представление современного танца, которым тоже нужна площадка. То есть вы по средам собираете такой мисс. Поэты, поэты, художник делает выставки. Это всё можно один вечер увидеть концерты и спектакль или чтение поэзии и посмотреть выставку. То есть вы делаете такой одномоментный показ современного искусства разного очень, да? Разных видов. Например, там в одну среду можно посмотреть танец и послушать музыку, в другую среду можно что-то там, стихи и что-то ещё. Но музыка всегда есть. Музыка всегда есть. Это музыкальная база, так скажем, да? И вокруг неё всё, что с ней связано. Ну, музыка тоже наиболее развитая жанра искусства. И, конечно, у нас очень много кто работает в этом конкретно в музыке, в современный танец по сравнению с музыкой, младенец. Но тоже поэзия, но поэзия это не сценный формат, это, в принципе, Но это чтение же книги, да? Поэтому тоже чтение стихов не так много в этих средах, но есть. Но вы их приглашаете, да? Ну, вообще же сейчас очень часто стихи читают вместе с музыкой в сопровождении с диджеем или с каким-то музыкантом или в стиле, как... Ну, это тоже вот те, которые читают стих, есть там обозначение Spoken World, которые вообще Spoken World, вообще это формат чисто перформативный, он даже не пишется и не издается в книжках, но это тоже часть литературы, которая очень маленькая, те, которые вот работают в этом перформативном пространстве, да. Ну, и вы по средам, а по средам у вас вот эти среды, хорошо по-русски звучит, по средам у вас эти среды, но у вас же есть еще какие-то мероприятия, да? Вы делаете что-то еще дополнительно. Я прошлым летом была у вас на цирковом фестивале. Ну, в прошлом году у нас были очень разные всякие мероприятия, вот, в связи с ковидом весной нельзя было ничего планировать, да? Не 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 с этим риском, потому что не знали вообще, что летом будет, но решили вот среды продолжить, потому что мы начали планировать уже осенью среды, и так получилось, что повезло, что среды можем уже это уже вчера была третья среда. Этого лета, да? А в следующую у вас будет какая-то программа, я видела, Сережа Тимофеев анонсировал. да, ребята из орбиты, Владимир Светлов и Сергей Тимофеев вместе с джаз музыкантом Юдинц и тоже латышская поэтриса Инга Гайла вместе с пианистом, да? Пианисткой и флетисткой будут Инга будет читать свои стихи, а девушки на фортепиане и флейте будут играть музыку, которую написали разные современные латышские композиторши, только девушки. То есть такой женский будет? Да, это будет первая часть это будет чисто женская, вторая часть будет мужская, вот Сергей. Girls power. Да. Ну это просто очень здорово. будет Лиэна Павловска, очень интересная, она училась сценографии, потом в Голландии там училась визуальное искусство, и она делает выставку, которая будет тоже видна в пространстве и на улице, и внутри, и в погребе в одном, единственном у нас. Куда по одному будут, видимо, все заходить. А у меня вопрос, я посмотрела предыдущую, вот эту среду, которая была вчера, и я посмотрела, что у вас есть повторы, там в одно время одно, потом они же играют в другое время, это вы делаете для того, чтобы все-таки публика могла больше, большее количество людей увидеть, потому что все равно есть какие-то ограничения по аудитории. Есть, конечно, у нас тот же самый Туэзин Куртис, знаешь, где ограничить то есть 80 человек максимум, которые мы можем посадить, чтобы два метра было между креслом, и тоже мы думаем про художников, которые выступают, чтобы им тоже что-то заработать, надо больше, на 80 билетов это невозможно сделать. То есть вы делаете такой двойной концерт, то есть у вас идет программа дважды за вечер, сначала это выступление потом меняется, потом и люди могут тоже выбирать себе на какое выступление они покупают в одной билет. в принципе интересно то, что мы наблюдаем, вот есть люди, которые хотят пораньше идти на концерт, и есть люди, которые любят попозже, так что можно выбирать в 6.30 или в 8.30 и тогда остаться на другой. Ну то есть вы можете скомпоновать, я сейчас к зрителям обращаюсь, во-первых, имейте в виду, что это в основном музыка, и перформансы музыкальные, и поэтические, они все равно связаны с музыкой, и это очень хороший повод погрузиться в современную культуру Латвии, потому что там в основном все-таки ваш принцип это современная культура, современная культура, и в связи с ковидом только местные художники сейчас у нас программы. ваша солидарность в смысле поддержки художников вы проявляете со своей площадкой. И у нас уже программа на 12 сред до до середины сентября, но мы сейчас уже планируем дальше, так что мы будем целый год каждую среду, мы хотим, чтобы это место было в Риге местом, где по средам, если тебе интересно, что происходит нового современного искусства, музыки, танцы, поэзии, или визуальное искусство, да? Можешь смело приходить, всегда будет что-то интересное. И вы можете сами набрать себе комплект, я так понимаю, Да, мы сами набираем. Из того графика, который есть в каждую среду, там, по-моему, 6 или 8 даже позиций есть, как ты видела? 6? Есть, в принципе, да, 6, но... Они повторяются? Есть, в принципе, 3 позиции, которые повторяются, но первый, это музыкальный концерт, второй, это обычно или танец и поэзия, третий, это выставка, которая, в принципе, все время доступна, и можно посмотреть, но только по средам. Так что, в принципе, если выбирать по временам, это, в принципе, два разных события, которые повторяются. Все это можно увидеть на сайте, на сайте. Фейсбуке, и вообще масса всего, масса информации. Да, tallinneselosquartals.lv А вот вы сейчас рассказывали у меня перед началом программы, что у вас есть и дальше какие-то заходы на другие территории. Есть, как Фредрига. как человеку, который учился социологии в культуре, это очень интересно, потому что развитие территорий в городе, мне кажется, одно из самых интересных направлений. Ну, понятно, что этим занимаются в Европе уже очень-очень давно, и, наверное, для меня самый какой-то вдохновляющий пример был, это парк Лавилет в Париже, знаете, огромный парк, в котором есть и технологические выставочные зоны, и концертный зал, и что там только нету вообще в этом парке, и там этот концертный зал, в котором выступают и группы, и какие-то крутые совершенно музыканты академической музыки, и я там лично смотрела спектакль, и я знаю, что там Ян Фабер играл в этом помещении тоже свой 24-часовой спектакль, то есть и это все как бы под покровительством Парижской мэрии, это прям такой, как сказать, проект города. Дорогой проект. Очень дорогой проект, потому что у меня была по счастью встреча с управляющим парком, с дирекцией парка несколько, ну, сколько, семь лет назад, или восемь лет назад я там была, и нам показывали все, что там есть, и это, конечно, очень вдохновляет. И такой город, как Рига, в котором очень много старых заброшенных, вот этих вот производственных, я могу сказать, что в период моей работы в Москве я тоже очень много встречалась, и мы обсуждали проекты развития вот бывших производственных территорий. Мы встречались и с департаментом имущества, который, в общем, про другое, но самое главное, что тогда был департамент промышленности в Москве, вот, и деловых каких-то, да, как бизнеса и промышленности, производства вот какого-то, на чем, как бы, кому досталось все это в наследстве, они тоже ходили и не знали, что делать, там, где-то построили технопарк, где-то построили что-то еще, но были очень интересные места, которые я для себя, например, открывала, и мы даже ездили туда с молодыми режиссерами, тоже придумывали какие-то, какие-то фестивали уличные в этих, на этих пространствах и так далее, но я сейчас вот езжу по Риге и понимаю, что здесь тоже, конечно, какая-то огромная, огромная возможность вот такого развития, и мне кажется, что это очень интересно, вот мне рассказывали, какие были планы на Андрея Салу, и сейчас, я так понимаю, начинает развиваться район, как вы сказали, Саркандауговый, да? Какие-то есть мысли по его включению? Ну, еще нет. Ну, начало, это долгое, это же длинная история. Долго, долго, да. Если вы в Таллина с кварталом четыре года работаете уже. Ну, три, да, но... Но первый год... Центр всегда легче, потому что там все равно, и... Ну, все происходит в центре города, и Таллинский квартал очень хорошо расположен, для... чтобы развить что-то такое. Но улица Мира, она же такая, особенно... В то же время мы понимаем, когда я говорю мы, я имею в виду фририга, которая вот обосновалась в 2013 году, и все это начало. У нас были до сих пор семь или восемь разных имущества на короткий срок, два-три года. И сейчас, да, мы видим, что люди живут не только в центре, и съезжаются туда, чтобы культуру... Потреблять. Ну, употреблять это нормальное слово. Но же люди живут и в окрестностях, Саркандауговы, одно из таких окрестностей. И вот мы думаем, как сделать так, чтобы там тоже происходили какие-то культурные мероприятия, которые там 18 тысяч жителей могли бы употреблять, и им не надо ехать в центр, который по вечерам после работы может быть слишком далеко. Если люди устали и немножко лень, и немножко далеко, еще это дорого, зачем ехать, лучше останемся дома. И хорошо, если... Я думаю, это было бы отлично, если у них там за углом было место, и за другим углом другое место, в одном месте там концерты, в другом месте кружки и всякие... Развлечения. Развлечения. Образование. Образование. Ну, всякие полезные вещи происходили тоже в окрестностях. и сейчас у нас такое сотрудничество, проект с Рижской Думой, департаментом развития города, которые очень хотят, тоже им этот вопрос интересен, вот как сделать, чтобы это было не так, что вот Рижская Дума придумала, пришла, сделала, подарила, подарила, а потом оказывается это не очень-то интересно там жителям, и они пригласили нас узнать поглубже, что хотят жители, потому что мы не представляем государство или Пашу Алдыбу, мы такие же люди, как там, которые живут, жители города, да. И в принципе мы с этим начали работать в прошлом году осенью, и сейчас уже видны какие-то первые эти росточки, росточки, и планируется несколько мероприятий уже в конце лета. Ну вы же экскурсии водите уже. А это уже, да, правда, да, по понедельникам уже три понедельника были экскурсии, уже мы знаем, что следующий понедельник тоже будет интересная экскурсия с гидом, который историк архитектуры и знает Саркандаугову, будет показывать со своего какого-то перспективы и рассказывать про архитектуру. И это можно в принципе узнать на фейсбуке есть группа Саркандауговы, Краска, которую в принципе организация, создала Алла Ятурлая, которая тоже активист Саркандауговы уже не знаю больше десяти лет точно и есть она тоже сделала бедри в это сообщество Саркандауговы и страничку Саркандауговая точка ЛВ так что можно там об этом узнать. Очень интересно все это. Вернемся в Таллина с кварталом. У нас пять минут. Ненадолго вернемся. Помимо этих сред, как вы говорите, еще уже впереди у нас лето и мы все-таки несмотря на то, что Армандск там не доехал, мы скажем о том, что есть фестиваль Сан-Суси, про который мы уже говорили и это три дня на свежем воздухе, поле в лесу. Я там была два года назад и это производит очень сильное впечатление, потому что музыка звучащая и днем, и вечером, и под дождем, и под солнцем, и все как там организовано, очень дружелюбно и семейная такая атмосфера, детей с детями Для детей детская площадка есть какая-то небольшая, где можно оставить играть, и там кто-то с собаками какими-то добрыми приезжает, я помню, лабрадор какой-то теплый ходил. Это все производит очень такое доброжелательное впечатление и при этом там действительно классные музыканты и классная музыкальная программа и перформанс, который был сделан тогда на опушке леса, вот он у меня произвел очень интересное впечатление, но я хочу сказать сейчас в заключении, спасибо большое, Каспар, что мы поговорили, что мы сейчас, когда говорили о развитии городских территорий, я просто сидела и у меня было такое дежавю, потому что такой же разговор о том, как жить в районах удаленных от центра был у нас в ноябре 2011 года на платформе с Кириллом Серебренниковым. У нас была большая дискуссия о том, есть ли искусство на окраинах и как ему там выживать и что с ним делать и как быть и вот мы тогда тоже часа два дискутировали, у нас были разные люди и были в Москве же как остатки вот этого советского времени были театры-студии на окраинах, когда при домах культуры начинались как сказать любительские театры, потом туда приходили профессиональные режиссеры, начинали работать, к ним туда приходили актеры и очень много таких маленьких театров так и остались и они стали государственными и работали вот на таких условиях не как любительские уже, а вот театр на юго-западе Беликовича, театр был в Перово, например, один, то есть у нас были маленькие театры и есть они в Москве до сих пор, маленькие театры профессиональные, которые работали вот так или иначе где-то в ДК бывших, где-то в каких-то других бывших кинотеатрах очень много было, вот таким образом как бы они распределялись по окраинам и работали на свой свой локальный вот этот вот на свое локальное сообщество. Но у Москвы, конечно, такое огромное население, что это не проблема собрать аудиторию, но с другой стороны при таком огромном населении все равно процент людей, которые интересуются искусством и ходят на мероприятия, все равно небольшой. Мне кажется, здесь даже в процентном отношении все гораздо лучше в Риге. Не знаю, да, но хочется, чтобы это было правдой, но просто надо идти туда и что-то делать. Открывать двери и смотреть. ждать, что кто-то это сделает за нас. мы ждем уже сколько лет и так и можем ждать всю жизнь. Если самим не идти и делать, тогда ничего не произойдет. Мы вот тоже решили, ну давайте взять, брать эти пустующие дома, которые никому не нужны и делать что-то интересное для людей, для самих главное. Это нам самим очень интересно и мы чувствуем, мы там не богачи, но мне очень нравится, что я чувствую, что я живу и что я не живу не напрасно. Но я хочу сказать слушателям, которые нас сейчас слушают, что если провести какие-то аналогии, если кто-то еще не был в вашем квартале, то это как бывший артплей, сейчас артплей в Москве он такой очень дизайнерский центр, а начинался он тоже с таких первых попыток каких-то концертных площадок, еще там были какие-то первые мастерские художников, то, что было на винзаводе, когда и сейчас продолжается, вот артплей, винзавод, вот такие вещи, которые, если вы поэтому скучаете, находясь в Риге, то вам самое место на угол Таллина Ела и Мейера Ела к вам в гости. Да, спасибо. Спасибо вам. Всем хорошего дня, еще раз поздравляем с праздником, с радиоболтком. 13 лет. 13 лет. Спасибо.